Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. В этом видео я постараюсь ответить на наиболее популярные вопросы, касающиеся выращивания биологических препаратов для защиты растений в домашних условиях. Это очень интересная, выгодная тема, которой, можно сказать, заболело довольно много наших зрителей. Это очень хорошо, потому что это позволяет гораздо шире и эффективнее использовать биологические препараты для защиты растений в личных подсобных хозяйствах. Итак, начну озвучивать вопросы и давать ответы. Прежде чем я приступлю к ответам, мы провели такой небольшой опрос, как вы оцениваете эффективность применения биопрепаратов в прошедшем сезоне. И оказалось, что 21% тех, кто прошел опрос, оценивают очень хорошо применение биопрепаратов. Биопрепараты полностью помогли. Еще 40% биопрепараты частично помогли справиться с различными проблемами в борьбе с болезнями и с вредителями. 18% биопрепараты не помогли вовсе. Ну, а 20% все еще не пользуются биопрепаратами. Может быть, они недоступны для покупки, может быть, они дороги, может быть, они считают, люди, что они малоэффективны. Но, как бы там ни было, биопрепаратам зеленый свет за биопрепаратами действительно будущее. Ну, и тот, кто заботится о своем здоровье, безусловно, должен их использовать при выращивании растений. Один из наших подписчиков просит, наглядно, четко, в отдельном видео покажите, как должны выглядеть размноженные бактаген, стимул, фунгелекс, гулевер в жидкой форме на воде с цветочным удобрением. Я все лето растила, пойму, только фунгелекс триходерма, так как там явно медуза плавает. В остальных сомневаюсь, что вырастила бактаген, стимул и гулевер становятся просто мутной жидкостью. Если несколько дней не трясти, то на дни выпадает темный осадок. Хотелось бы знать, что оно? Конечно, самое главное, самый главный залог успеха в выращивании биопрепаратов – это хорошая качественная закваска. И, в принципе, Бобруйский завод хорошо с этим справляется. Второй фактор, который больше всего влияет на качество выращенных дома биопрепаратов – это соблюдение элементарных правил асептики. Когда вы закатываете овощи, фрукты, вы стерилизуете посуду, вы обрабатываете ее паром, или жарите в духовке, или в микроволновке, или еще как-то. Вот то же самое все необходимо сделать для того, чтобы посторонняя микрофлора, которая не относится к препарату, который вы добавляете как закваску, не попала туда, в эту среду для культивирования биопрепарата. Поэтому, когда вы все сделали хорошо и приобрели качественную закваску, о качественных заквасках мы как раз говорим здесь на канале, то в этом случае сомнения, что вы что-то вырастили не то, будут крайне-крайне маленькими. Первое, в чем, когда вы должны засомневаться, это когда у вас растет на поверхности плесень, если вы выращиваете бактериальный препарат, бактоген, стимул, гулливер, вот такого рода препараты. Если у вас сверху появилась плесень, это означает, что споры грибов туда попали и взяли вверх. Соответственно, такой продукт лучше всего просто развести, пролить растение, вреда никакого не будет, но и рассчитывать, что он будет обладать всеми свойствами биопрепарата, целевого биопрепарата не стоит. Второе, это, конечно, дрожжевое брожение. Дрожжи очень любят попадать и в грибные, и в бактериальные препараты. Если оно бурлит, пенится, пахнет спиртом, то есть ясные признаки спиртового брожения наблюдаются, в этом случае вы тоже можете точно сказать, что у вас получилось не то, что вы ожидали. Потому что ни один из этих препаратов ни на сенной палочке, ни на псевдомонадах не бурлит и не пахнет спиртом. Третье, что необходимо помнить, что сенная палочка, любые препараты на основе сенной палочки, это и бактоген, это и бактофит, и аллерин, и гомоир, и многие другие, если вы не встряхиваете посуду, не перемешиваете то, что там получается, у них на поверхности вырастает вот пленочка такая, ну мы о ней много раз говорили, много раз показывали эту пленочку. На поверхности вырастает пленочка, потому что эти бактерии, сенная палочка, живут, бацилюсуптилис, в аэробной среде, им нужен кислород. Соответственно, они все поднимаются вверх на поверхность, формируют здесь бактериальную пленку, а вниз опадают споры, а в жидкости накапливаются продукты, обмены веществ, которые очень полезны, точно так же, как и живые клетки. Поэтому вот такая система, вот у меня уже месяц стоит, и подрастает, потихонечку подрастает, все нормально. Но на самом деле, при теплой температуре, там на какие-нибудь третьи сутки, этот препарат, даже без накачивания, прокачивания, готов прекрасно, и количество этой сенной палочки в нем будет, если вот вы так выращиваете дома, гораздо больше, чем в иных препаратах, в середине их срока годности. Что касается препарата Гулливер, ну вот я, так сказать, наша подписчица точно знает, что это ее флаконы. Вот он примерно через недельки-полторы, после того, как он засевается в удобрение с сахаром, он делается вот такой вот оранжевый. Сперва он просто обыкновенный, ну белая мутная жидкость обыкновенная, а потом он делается вот такой оранжевый. Вот стимул делается, ну он почти прозрачный, почти белый, но где-то к концу второй недели он может приобретать немножечко желтоватый оттенок. Стимул, препарат, на чем бы вы его не подращивали, он довольно крепко пахнет. У меня ковида нет, поэтому я запахи чувствую хорошо. Что касается Гулливера, то его запах скорее приятный. Мне он всегда пахнет свежим деревенским творогом, вот что-то такое, какой-то запах у него такой. Синая палочка, препараты синой палочки, ну вот у меня бактоген, они практически без запаха могут. Бактоген в частности пахнет так немножко квасиком таким. Вот такие вот вещи. То есть на самом деле проверить качество выращенных препаратов в домашних условиях вы не сможете. Ну вот так вот явно, да, там посеять на чашке Петри, положить под микроскоп, сделать еще какие-то тесты. Но чистота посуды, хорошо прокипяченная среда, отсутствие явного роста плесневых грибов, дрожжевого брожения, вот этого бурления дрожжевого. И ну какие-то элементарные характерные черты в полной мере позволяют вам признать ваш домашний выращенный препарат как качественный. Что касается препаратов триходермы, то там конечно наверху заводится медуза, мы их и показывали, и рассказывали. Это абсолютно несложно выявить наличие роста триходермы в жидкой фазе. Если несколько дней не трясти, на дне выпадает осадок. Конечно, те клетки, которые уже, так сказать, отработали, выделили в вот эту жидкость, в жидкую эту среду, свои активные вещества, они отмирают и могут постепенно, постепенно, постепенно накапливаться на дне. И это абсолютно нормальный, естественный осадок мертвых клеток. Клеточка умирает, выпускает также свое содержимое в культуральную жидкость. В конце концов, через какое-то время здесь брожение полностью прекращается, рост бактерий полностью прекращается. И препарат находится в такой стационарной фазе, пригодной для хранения. Поставьте вот такой флакон в холодильник на год, и он будет вам служить верой и правдой долго-долго. Да, то в течение этого года, пожалуйста, можете его легко использовать. Ну вот, вот так вот примерно это необходимо. Но на самом деле, еще раз повторюсь, если закваска качественная, если в среду вы как следует прокипятили, ну 20 минут кипячения, это полнейшая стерилизация. И посуду вы хорошо обработали, да, там пропарили, прокипятили в ней воду в этой посуде, то никаких проблем там быть не может. Следующий вопрос. Черенки рост чернеют, долго укореняются. Какие биопрепараты помогут защитить черенки от почернения и как стимулировать корни образования? Среди биопрепаратов, которые вот это почернение уберут, а почернение это, это как правило бактериальные заболевания, здесь надо искать биопрепараты с антибактериальным эффектом. Кроме того, ваш вопрос касается также усиления укоренения. И здесь препарат стимул придет вам на помощь. Видите, я показываю домашний выращенный препарат. Почему? Потому что здесь огромное количество ауксинов. Кроме того, у препарата стимул очень сильная активность в отношении бактериозов, а кроме того еще и довольно сильная активность в отношении фузариума. Это очень важно. Поэтому препарат стимул может быть препаратом выбора. Для усиления действия вот этого антибактериального и стимулирующего смешайте его 50 на 50 с препаратом бактоген. У препарата бактоген, хоть и нет такого выраженного стимулирующего действия в части укоренения или улучшения прорастания, такого прям супер, да? Хотя опосредованное есть, но прямого нет. То это в значительной степени усилит антибактериальный и антифунгальный эффект такой обработки. Для того, чтобы розы, черенки, любые черенки обработать, необходимо сделать раствор 1 к 100 препаратов. И 1 к 100 должен быть и стимул, 1 к 100 должен быть и бактоген здесь. То есть не 1 к 100 сделать каждого, а потом смешать, да? Нет, надо влить там 100 мл бактогена, 100 мл стимула и развести в ведре воды. Ну, в ведро воды вам для черенков не надо, но сам принцип должен быть понятен. После этого опустить туда черенки, подержать их 2-3-4 часа, максимум сутки в этом растворе 1 к 100, и затем высаживать с последующим проливом ваших посадок уже вот этим раствором, в котором вы выдерживали черенки. И это очень-очень хорошая идея и способ для улучшения укоренения и снижения отпада этих черенков. Буду садить картоху после пшеницы. Подскажите, что внести с осени в почву? Привет из Донбасса. Ну, насколько я понимаю, вопрос касается не столько удобрений, сколько именно средств защиты. Пшеница является сильнейшим аккумулятором корневых гнили, бактериального и грибного происхождения, а также грибов рода Фузариум, фитопатогенных грибов рода Фузариум. И с той и другой проблемой прекрасно справляется препарат бактоген. И именно препарат бактоген необходимо внести в почву, в почву по стерне, до тех пор, пока препарат житий еще не доступен населению. А это целевой препарат для обработки стерней и всевозможных пожневных растительных остатков на бактериальной основе. Так вот, пока он еще не доступен населению, еще завод его не набалтывает. Ну, надеюсь, может быть, будет. Но вот сейчас делайте обработки на основе бактериального. Перед картошкой обязательно высаживайте, вы обрабатывайте бактериальным. Это очень важно. При размножении фитоспорина и метарезина в жидкой среде работа микроорганизмов идет на поверхности воды, поскольку они аэробные. Совершенно верно. При этом в воде накапливаются продукты их жизнедеятельности. При использовании жидкости для опрыскивания или пролива, очевидно, играет роль концентрация этих антибиотиков. Можно ли увеличить их концентрацию с помощью последующих подкормок, вносимых в раствор, и до каких значений концентрации это, возможно, и целесообразно. Речь идет не о расселении спор биопрепаратов, а именно о лечебном действии этих антибиотиков. Дело в том, что препараты на основе сеной палочки все свои антибиотики в основном держат при себе внутри споры. В освобождении антибиотиков происходит в момент внесения спор в благоприятную среду с хорошим содержанием кислорода. И этой средой является теплая, достаточно теплая, хотя бы там 20-22 градуса, до 30 градусов, не выше вода. Но вы должны понимать, что чем теплее вода, тем меньше там растворено кислорода. Вот как только эти споры чувствуют кислород, а если вы их еще немножко подкормите, например, добавите столовую ложку хотя бы сахара на те же 10 литров воды, чуть-чуть, не для наращивания, а для стимуляции, то в этом случае спора как яйцо раскалывается, из нее выходит содержимое, в числе которого колоссальное количество антибиотиков. Что касается метаболитов, которые накапливаются здесь, то, конечно, увеличению количества метаболитов будет способствовать аэрация. Конечно, в первую очередь аэрация. Аэрация, аэрация, аэрация покачивания. Именно поэтому в лабораторных условиях используются лабораторные шейкеры такие специальные, а в промышленных условиях это все аэрируется, ну как компрессор, да, прогоняет воздух почти как в аквариуме. Вот это будет в наибольшей степени способствовать увеличению количества бактерий и как следствие увеличению концентрации метаболитов. Ну и, конечно, будет способствовать оптимальная температура, примерно 28 градусов, и хороший состав питательной среды. Ну, оптимальный состав питательной среды, прям оптимальный, такой оптимизированный состав питательной среды. Вы можете посмотреть минеральную солевую среду М9 в интернете, пожалуйста, или какие-то солевые среды для культивирования почвенных микроризмов и попытаться составить ее по прописи самостоятельно. Но я вам точно скажу, что что касается вот этих рецептов, которые есть на канале Процветок, то они вполне адекватны для того, чтобы выращивать домашние препараты с достаточно высокой эффективностью. Иван, как вы относитесь к препарату фитофлавин? В инструкции написано, что препарат природного происхождения, произведенный почвенными микроорганизмами. Так ли это? Да, действительно. Фитофлавин является препаратом бактериального происхождения. Однако же он представляет из себя антибиотик макролидной группы. Это примерно та же группа, что и антибиотики, которые называются эритромицин, и близкие к этой группе антибиотики азиды, азитромицин, который сейчас широко применяется для лечения ковидной инфекции. К любым антибиотикам у микрофлоры, почвенной микрофлоры, фитопатогенной микрофлоры достаточно быстро развивается устойчивость. Поскольку это не сумма каких-то антибиотиков, а один антибиотик, то вот здесь антибиотиков может быть и сотня разных. Вот здесь и пептидной природы, там и других. А это эритромициновый антибиотик, и устойчивость у фитопатогенных микроорганизмов к нему может вырабатываться достаточно быстро, могут отбираться очень быстро устойчивые штаммы. Поэтому и в принципе в сельском хозяйстве, в растеневодстве именно, ну в животноводстве понятно применяются, а в растеневодстве применение антибиотиков является нецелесообразным. Потому что через достаточно короткое время микрофлора становится устойчивой и должен там работать только специалист с такими веществами. То, что чуть больше разбавили, все как у человека. Вместо лечения вы получите просто устойчивую микрофлору. И надо смотреть, помогает, не помогает. Лучше антибиотические препараты применять тогда, когда есть анализ, результаты анализа на устойчивость к антибиотику. Естественно, никто никогда в растеневодстве это делать не будет. У нас в поликлиниках это делают крайне редко, да, в отношении человека. А что же говорить про личное подсобное хозяйство. Поэтому у меня отношение к подобного рода препаратам крайне скептическое. Помогут ли биопрепараты в компостной куче, если туда кидали больную гадость, а температура уже ниже 10 градусов? Они помогут в любом случае. В первую очередь там поможет триходерма. И в первую очередь триходерма зеленая, если природа заболевания была грибной. В этом случае вы в любую погоду, в любой сезон можете вносить туда триходерму. Она активизируется и начнет расти, как только температура станет адекватной. Если внутри компостной кучи температура будет 16 градусов и выше, даже 12 градусов и выше, уже триходерма начнет расти и будет эффективно превращать растительные остатки, в том числе больные, в компост. Поэтому применение будет действительно эффективным. Иван, скажите, пожалуйста, насколько вредны биопрепараты, синая палочка, триходерма? На фитоспарении бактофити пишут срок ожидания один день. Кот влезает прямо под опрыскиватель, мокрое опрыскивание флоксы. Потом слижет с себя этот бактофит без всяких сроков ожидания. Ничего страшного. Особенностью биопрепаратов является то, что они являются нетоксичными, малоаллергенными. Что касается препаратов синой палочки, то на основе синой палочки имеется целый ряд пребиотических, медицинского назначения препаратов для приема внутрь. Потому что синая палочка может кратковременно, но все-таки может колонизировать кишечник и нормализовать там микрофлору. В том числе проявляя свои антибиотические качества в случае, если там завелись какие-то нехорошие микроорганизмы и вас мучают какие-то кишечные заболевания. Конечно, вот эти препараты для растений не являются целевыми для приема внутрь, но проглатывание какого-то количества препарата, тем более разбавленного, или потребление его с поверхности растений, плодов подразумевается, не представляет ни для человека, ни для животных абсолютно никакой угрозы. Что касается триходермы, то она ни в коем мере не является токсичной для людей относительно нормальным иммунитетом. Относить нормальный иммунитет, это если вы не болеете, не дай бог ВИЧ, спид, не дай бог лейкозы, какие-то очень острые иммунодефициты. Но когда у человека подобного рода сильные иммунодефициты, то для него опасно все, в том числе триходерма. Но если человек нормально, здоров, там нету вот таких страшных болезней у него, то подобного рода препараты и организмы для него абсолютно не представляют никакой опасности. И заодно еще раз скажу в ответ на какие-то там ролики про то, что семная палочка и триходерма уменьшают количество червей дождевых в почве. И это бред. Бред, полнейший бред. Это не имеет под собой никаких оснований, кроме как, ну, какое-то непрофессиональное отношение к обсуждаемому вопросу. Не снижают, напротив, увеличивают и напрямую увеличивают, и опосредованно увеличивают количество дождевых червей. Я в мае нарастила липидоциты, бетоксибацелин, бактофиты поставила в холодильник. Весь сезон используют для опрыскиваний по одной столовой ложке на литр воды. Можно так делать или они со временем теряют после полезные свойства. Конечно, со временем они теряют полезные свойства. Это же живые микроорганизмы. Однако и липидоцит, и бетоксибацелин, и бактофит являются споровыми микроорганизмами. Споры могут сохраняться как минимум 2 года. Срок годности у того же фитоспорина 2 года. И не зря, потому что там живых клеток нет, там есть споры. И эти споры могут проснуться, если они там вообще есть, конечно. Если вы нарастили самостоятельно, ведь вот здесь бактерии растут, опадают на дно в виде спор, формируют осадок. И это очень хорошо, именно эти споры являются той основой, которая работает после уже какого-то хранения этого препарата. Ну там уже месяц-два вы его храните или больше. Там уже живых клеток или мало, или вообще нет. А там есть вот эти споры, и это очень важно, очень хорошо. Поэтому вы можете так делать, безусловно. И это хороший путь и вариант для использования. Единственное, к концу срока год, срока там какого-то использования, ну там уже через полгода, например, ну увеличьте немножко концентрацию. Препарат самостоятельно нарощенный. Ну дайте 2 столовые ложки на литр воды. Вообще 1 к 100, да, 100 миллилитров на 10 литров, 10 миллилитров на литр. Поэтому столовой ложки более чем достаточно. Следующий вопрос с фотографией. Так, посмотрим фотографию. Посмотрите на мою триходерму Вериды, пожалуйста. Фото из двух банок, приготовленных в один день. Триходерма фирмы Энзим в банке Петерс Профессионал. Я так полагаю, что это удобрение. И сахар. Первую фотографию смотрю, сейчас загрузится. И вторую фотографию смотрю. Ну что ж, при вот таком разрешении, при том, что я вижу, я, конечно, могу сказать, что вторая фотография, это вообще превосходная триходерма. Первая фотография, я так полагаю, что тоже триходерма, но просто немножко переболтанная. Да, то есть вот этот мицелий поднялся наверх, и все хорошо. Ну, хотя во второй банке, мне кажется, рост идет немножко лучше, потому что там вся поверхность жидкости заросла мицелиально-споровой массой, и все в порядке. Следующий вопрос. Можно ли выращивать максимум, гулливер, ПФК, Лерос и на какой среде? ПФК, Лерос не является биологическим препаратом. Это такая жидкая сера, как я называю, это полисульфид и кальция. Поэтому его вырастить невозможно в принципе, хотя в журнале «Урожайные сотки» мы как-то печатали рецепт, как этот препарат можно сделать самостоятельно. Что касается максимума и гулливера, скажу так, максимум в норме не должен содержать живых клеток. Это инактивированный препарат. Хотя некоторые партии, выпущенные Бобруйским заводом, содержали некоторое количество живых клеток вот этой псевдомонады. И в принципе, ее можно было выделить и подрастить, что я и делал. Что касается гулливера, то он растает из всех партий. Я каждую партию проверяю, которая поставляется с завода. Контролирую самостоятельно, чтобы наши покупатели, покупатели канала «Про цветок» получали только качественный продукт. Он наращивается замечательно на элементарной солевой среде с добавлением сахара. Он растет просто прекрасно. Так, следующий вопрос тоже будет с фотографией. Давайте глянем, что там. Сейчас загрузится. Добрый день, здравствуйте. Училась расти триходерму из глиоклодина. Выросла вот эта. Долго ничего не росло. Потом появилась сролаба выраженная медуза и красивый зеленый налет. Вот я уже решила, что успех, но вскоре посреди зеленого стали появляться голубые пенициловые пятна. Они быстро росли, прододвинули зеленый. А под конец по краям завелось что-то черное, типа аспергю. Если бы это была триходерма, она бы все это сожрала, отодела кусочек зеленого на зерно, растет медленно и пахнет как в больнице. Давайте посмотрим. Вот что касается зеленого. Что касается зеленого. Тут, конечно, фотография. Ну, я бы сказал, что это, конечно, триходерма. Пеницилл вы очень правильно определили. Аспергилл. Ну, с какой-то, да, вы тоже правильно определили аспергилл. Я думаю, что если вы отсадили зеленый и растет вот это зеленое, на аспергилл это не похоже. Это очень-очень-очень похоже на триходерму. Особенно, что касается зоны такой, ну, на час, когда циферблат поделить, как часы, да, то вот на 13.00, на час, там вообще зона очень-очень похожая на триходерму. И именно триходерму, которая из препарата глиоклодин. Поэтому я думаю, что если вот такой красивый зеленый налет у вас воспроизводится, то с большой-большой-большой долей вероятности это и есть глиоклодин. Если вы сможете его вычистить от этих посторонних грибов, то это будет очень хорошо. Что касается антагонизма между аспергиллом, глиоклодином и пенициллом и глиоклодином, то глиоклодин не так силен, выражены, не так сильно выражены его вот эти свойства антифунгальные, как, например, у триходермы зеленой. Ну, там тоже есть варианты, разные изоляты, по-разному жрут эти грибы. И что же касается аспергилла и пеницилла, то погубить их вообще с помощью триходерм бывает достаточно сложно. Хотя, возможно. Поэтому не факт, что они прям должны, должна триходерма сожрать. Нет, может такого и не быть. Потому что тоже все зависит и от вида аспергила, и от вида пеницилла. Они ведь тоже все в почве живут и друг к дружке приспосабливаются и находят какие-то варианты. Абсолютных убийц в природе не бывает. То есть все приспосабливается. Но я полагаю, что в принципе вырастить, вы триходерму вырастили. Если отчистили, то отчистили. То это очень-очень хорошо. Что ж, вот такие популярные вопросы, в том числе с картинками, на которые я ответил в этом видео. Надеюсь, вам немножко более ясно станет, как растить, как проверять, как использовать биопрепараты. На этом я прощаюсь с вами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!